Стрит и видеоарт, фотоотчеты с концертов и показов одежды. Печатное издание, служащее платформой для высказывания художников со всей страны. Здесь собрано многое. Этим летом во Владивостоке завершается серия выставочных проектов Московского музея современного искусства «Гараж». Открытые системы, опыты художественной самоорганизации в России с 2000 по 2018 года. Мы забрали около 80 самоорганизованных инициатив, то есть это сообщество людей, которые собрались делать что-то вместе, делать искусство, творить и экспериментировать. Во Владивостоке экспозиция дополнена материалами о дальневосточных некоммерческих инициативах. Управляемые художниками уличные фестивали и квартирные показы, выставки в заводских цехах и подземных переходах отражают очевидное стремление молодых арт-деятелей к автономии и деятельности, независимой от государственной идеологии или привычных музейных форматов. В течение трех лет эта выставка ездила по разным регионам России. Это последний город и наш проект завершается на Владивостоке. Во Владивостоке мы нашли несколько самоорганизаций художественных и мы их включим в наше общее гаражное исследование. На выставке представлены такие самоорганизации, как Владивостокская школа современного искусства «Коробка», проект якутских художников «Артбокс» и хабаровский «Чикензин», а также «Три клевых парня» — «Цезарь Тренога», «Дальневосточные разлучницы» и «Фэшн Юродивый». В Шоссеи образовательная самоорганизация, объединяющая с 2015 года не только художников, но и деятелей с потенциалом кураторов и критиков. Здесь представили несколько работ, например, феминистки перформанс «Коврик», который символизирует гонение на женщин от женщин. На тех женщин, которые признавались в сексуальном домогательстве. В общем, они с балаклавок, с надписями «Сама виновата» плели коврик из женских колготок. Коммуны и творческие мастерские, квартирники и уличные ассамблеи — все эти и многие другие версии самоорганизации были условно разделены на 4 группы в зависимости от места, где проходили выставки, акции и прочие мероприятия. Оценить представленные работы можно до 29 августа. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.